Приветствую вас, Аноним. Я думаю, что описываемые вами отношения представляют из себя созависимые. Это созависимые отношения в том смысле, что вы явно растворялись в отношениях с своим молодым человеком. Вот, вы явно, значит, делали для него очень много всего, вот, вы явно очень много всего для него делаете, вы явно жертвовали свой разу него. И в итоге у вас образовалась огромная дыра в том смысле, что появилась, появилась куча ожиданий. Вот, появилась куча просто каких-то вот требований к молодому человеку. Вот, появилась куча претензий к молодому человеку. Вот, появилась куча претензий к молодому человеку. Вот, и соответственно, я думаю, что именно это послужило основанием для всей этой истории. Ну, вашей истории, которую вы описываетесь. Вот. То есть мне видится что-то такое, что вы в отношениях с человеком забыли себя, вот, целиком и полностью вы себя забыли. И вот, то, что вы забыли себя и привело к тому, что вам сейчас, условно говоря, плохо. Плохо и вы чувствуете себя ужасно. Потому что уже давно вы перестали, что это делать для именно молодого человека. А всё время, всё вот в последнее время, вы, вероятно, делали всё это для себя. Вы не делали это для него, вы делали это для себя. И у вас была куча ожиданий от него. И именно на ожиданиях, именно на претензиях выстраивается зависимость от человека. И я понимаю, я понимаю, что вам плохо, но это лишь потому, что вы своими действиями, своим отношением к себе, к партнёру. Вот, вы верили в себя в такое вот очень созависимое состояние, очень созависимое поведение, очень созависимую позицию. Вот. За что теперь, соответственно, вы расплачиваете. Расплачиваетесь вы, конечно же, исключительно только вот своими действиями, своей какой-то свободой, своими какими-то желаниями, своими какими-то потребностями и так далее. И, естественно, в этом ничего хорошего нет. И вот очень важно работать с тем, по какой причине вы воспринимаете на свой счёт то, что делает молодой человек. То есть, вот по какой причине вы воспринимаете на свой счёт то, что делает молодой человек. И, естественно, не хочет ответить вам. Потому что только в этом случае, только в этом случае, только в случае, если вы разберётесь с данными, данными моментами, если вы разберётесь с данными представлениями, о себе, допустим, что только в этом случае, вы можете рассчитывать на то, что ваша жизнь, как-никак, как-никак, как-никак. каким-то образом изменится и станет другой. И что вы сможете жить дальше, вы сможете жить по-другому, вы сможете жить иначе. Вот. Пока что весь ваш текст, вот просто весь, весь ваш текст, это одна большая такая, большая-большая претензия к молодому человеку. Вот. Понимаете? И что в этом может быть хорошего? Например, для вас, для меня загадка. 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 Что может быть в этом для вас хорошего? Ничего. Совершенно. Точно. Ничего. То есть, молодой человек, он не должен удовлетворять и соответствовать вашим желаниям, вашим требованиям, вашим потребностям, хотя, конечно, хотелось бы, безусловно. Но он не должен. Он мог бы. Он мог бы. Но он не должен. А у вас вот это вот ощущение, да, у вас вот это вот ощущение, что он именно должен это делать. А он не должен. И это, возможно, сложно принять. Возможно. Но будет лучше, если вы это примете. Все-таки. И поймете вместе с тем, вместе с тем, что именно потому, что вы вели себя, скорее всего, так, как вы вели, именно поэтому мужчина от вас отдалился. Именно поэтому. Он увидел, как много вы вкладываете. Он увидел, как много вы делаете. Он увидел это все. И ему стало от этого не по себе. Понимаете? Какая штука. Ему просто стало от этого не по себе. Это ответственность, и она может на человека давить. Это ответственность, и она может оказывать на человека существенное влияние. К сожалению. Мне кажется, именно это, что именно существенное влияние и оказало на молодого человека ваши действия. Поэтому, в первую очередь, необходима и важна работа с личными границами. Вот. Потому что, без этого, вы не сможете устраивать адекватные отношения, так, чтобы, ну, чтобы не было претензий никаких. Никаких. Вот. И необходима работа с самооценкой. Вот. Опять же, совершенно очевидно, что в этом контексте вы для себя самой, вот вы для себя самой, ничего особо не хотите. То есть, вам для себя самой особо ничего не надо. И это тоже очень важный момент. Почему вам для себя самой не нужно, не нужно ничего, ничего. Почему вы не хотите ничего для себя. Почему вы, а все у вас завязано на молодому человеку. Почему вы жертвовали собой ради него. Ну, является ли такой подход отношениями. Или это отчаянная попытка, например. Ну, допустим, допустим, отчаянная попытка удержать молодого человека рядом с вами, чтобы он никуда не делся и, ну, собственно, потому что он вам нужен. Вот. Опять же, я не знаю, как авто я делал, но состозависимые отношения, к сожалению, да, они выстраиваются именно по таким моментам, да, именно по таким. критериям, именно созависимые отношения. И, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы вот как-то все-таки не, ну, как-то не развертывали бы с собой. Понимаю, понимаете. Вот. Мне кажется, это очень такой важный момент на самом деле для вас очень важный момент. Вот. Чтобы лучше понимать, да, как и что происходит. То есть, вот, пожалуйста, старайтесь словить мысль о том, что вам необходимо найти свой смысл жизни. И жить, наверное, в первую очередь для себя все-таки, а не для кого-то. Понимаете? Это очень важный момент. Ибо только так, ибо только так вы сможете что-то делать дальше. ибо только так вы сможете как-то дальше двигаться. Понимаете? Опять же, по своей жизни. Сейчас вы подавлены, потому что вы воспринимаете на свой счет то, что сделал мужчина. Но давайте постараемся спросить себя и спросить себя честно. А на свой ли счет нужно воспринимать то, что случилось и произошло? Имеет ли отношение к вам то, что сделал мужчина то, что он решил жить дальше? Почему вы находитесь по отношению к нему в столь уязвимом и зависимом положении? Насколько это вот, вообще говоря, здоровая позиция, позволяющая, ну, выстраивать партнерские отношения? Понимаете, какая штука? Вот это вопрос. Это вопрос. И вопрос этот, конечно, в первую очередь, именно к вам. Поэтому этот вопрос у меня, да, не к мужчине, да, а именно к вам. И вот это, мне кажется, важно. Мне кажется, очень важно данный аспект понять, разобрать и прочувствовать. В целом, вы себя, на мой взгляд, конечно, не любите. И в целом, на мой взгляд, вы себя не цените. Я могу, конечно, ошибаться, вот, но мне кажется, что вы себя не цените. И если я прав, то работать нужно именно с тем для начала, чтобы воспитывать любовь к себе. Вот. Для чего необходимо разобраться в собственных ощущениях и отделить то, что вы хотите от... То, что вы хотите для себя, и то, что вы хотите для человека. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.